Друзья, приветствую. Добро пожаловать в очередной видео урок. И в этом видео уроке мы с вами разберем один из этюдов Сагререса. Это этюд Ре мажор. Он написан в лёгдольном метре. По сути это вальс. Но за счет того, что каждая доля обрамлена 16 нотами, этот этюд воспринимается достаточно колоритно. И мы с вами разберем вот эти нюансы, когда сейчас будем работать над этим этюдом, над нотами, с табулатурой также. И для начала, чтобы познакомиться с этим этюдом, я его наиграю, а потом мы вместе с вами уже приступим к его разбору. Вот такой вот этюд. Давайте мы сейчас переключимся на режим демонстрации экрана. Я покажу ноты, как выглядит сам нотный текст. Но учитывая тот факт, что далеко не все еще зрители моего канала могут считывать музыку с нот, мы с вами будем разбирать этот этюд, также используя табулатуру. Поэтому те из вас, кто могут ориентироваться по нотам, я вас поздравляю, у вас есть большое преимущество, потому что вы сразу же можете ориентироваться и в тональности, и в размере, и в партитуре, в количестве партий, и в аппликатуре. А если вы еще не добрались до того, чтобы считывать музыку с нот непосредственно, мы с вами будем также обращать внимание на табулатуру. В табулатуре, видите, все партии сливаются, и непонятно, где у нас мелодия, где у нас гармонические фигурации, даже иногда непонятно, где басовая партия. И когда мы будем сейчас работать с этим этюдом, мы с вами обратим внимание на несколько моментов. Во-первых, тональность, соответственно, какие знаки у нас с альтерацией будут использоваться. Во-вторых, размер, чтобы нам правильно выделять сильные и слабые доли. В-третьих, мы обратим внимание на темп. В-четвертых, на аппликатуру. В-пятых, на партитуру, количество партий в произведении. Также попутно мы с вами отметим элементы барре, которые встречаются в этом этюде. Элементы динамики, где у нас будет усиление звука. И также еще зацепим один флажолет натуральный. И это тоже дополнительная подспорь для того, чтобы ориентироваться на грифе гитары. Хорошо, давайте я переключу снова этот этюд в режим демонстрации экрана. Вот таким вот образом. И поехали сами с вами с самого начала будем разбирать этот этюд. Смотрим на знаки альтерации. У нас два диеза, фа диез и до диез. Поэтому везде, где у нас будет встречаться нота или фа или до, мы будем поднимать ее на полтона. Вот в нашем случае сразу этюд начинается с ноты фа. Так как у нас переключает диез, значит мы будем поднимать ее на полтона. И играть не первый лад на первой стороне, а второй лад, как мы видим в табулатуре. То же самое у нас будет происходить с нотой до. Везде, где у нас нота до будет встречаться. Также мы эту ноточку будем поднимать на полтона. Вместо первого лада будем играть второй лад до диез. Разобрались со знаками альтерации. И смотрим в самом конце произведения, какая у нас ноточка. Так как это нота ре у нас, значит мы играем этот этюд в тональности ре мажор. Если была бы си, тогда был бы минор. Был бы си минор. Дальше, обращаем внимание на партитуру. Количество партий. У нас вверх штиле есть ноточки. Это у нас будет мелодическая линия. Есть басовая партия, вот эти половины с точками. И есть второй голос, еще средний. Такое обрамление из шестнадцатых. С шестнадцатыми нотками вот эти вот, то что у нас прописано, все нотки. Это у нас фигурации гармонические. Также мы с вами упустили момент и не обратили внимание на размер. Но вот сейчас на него обращаем наше внимание. По сути это вальс. И если мы этот этюд сыграем без шестнадцатых нот, тогда вальс на слух будет восприниматься намного более явно. Вот послушайте, пожалуйста, я сейчас этот этюд сыграю без шестнадцатых нот. Только основную мелодию и гармонию буду немножечко добавлять для того, чтобы нам не потеряться там, где у нас эта гармония меняется. И на три у нас будет пауза. А когда мы добавляем 16, у нас получается 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Без фигурации и с фигурациями. Хорошо, значит, мы уже определили, что тональность ре мажор, 2 диеза, размер 3 четверти, 3 партии у нас в партитуре, темп анданты. Если говорить относительно метронома, то темп можно определить практически в любом метрономе. Вы ориентируетесь, например, давайте вот я сейчас выставлю, ну, здесь тоже я подогнал, ну, вот так вот давайте на ларгу. Например, если у нас темп 56 ударов в минуту, то мы играем в темпе ларгу. Если мы немножечко прикрутим, например, 64 или 65, вот у нас уже получается ларгетто. Если мы поставим темп 72, у нас будет адажу, а если 78, то у нас получается анданты. И вот как раз-таки этот этюд рекомендуется исполнять в темпе анданты. Если мы запустим метроном, вот у нас получится 1, 2, 3. Вот в таком темпе оптимально будет исполнять этот этюд. Это то, что касается игры под метроном. Но мы с вами пока разбираем, метронома касаться пока временно не будем. Теперь следующий момент. Обращаем внимание на аппликатуру. Безымянный пальчик у нас всегда будет щипать первую струну. Вот если мы проанализируем, у нас мелодия всегда по первой струне. Поэтому безымянный палец правой руки мы отводим на первую струну. На всякий случай напомню, что у нас пальцы на правой руке обозначаются П, это большой, И, это индекс, это указательный, М, средний, А, безымянный, П и М, А. А на левой руке, так как у нас большой палец поддерживает с обратной стороны шейха грифа гитары, мы обозначаем цифрами 1, 2, 3, 4. И вот как раз таки сейчас мы переключимся снова на экран. У нас безымянный А будет щипать первую струну, большой П будет щипать четвертую струну, а средние струны, вот третью, вторую и третью, мы будем щипать средним, указательным, средним пальчиком. Это то, что касается у нас аппликатуры. И еще попутно здесь отмечу такой момент, когда мы сейчас с вами будем работать с этим этюдом, вторую партию желательно играть помягче, потише. Вот все ноты, у которых штили направлены вниз, вот если по табулатуре смотреть, или если в нотном стане смотреть, вот эти все ноточки, которые собраны в группы с двумя ребрами, это шестнадцатые, их желательно играть потише, для того, чтобы нам не заглушить мелодическую линию. Вот эти вот ноточки. Хорошо, поехали. Расставляем пальчики, вот у нас 2, это означает в правой руке средний палец, мы зажимаем на втором ладу на первой струне, 3 на второй струне на третьем ладу, 1 на третьей струне на втором ладу. И используя эту аппликатуру, обыгрываем весь этот такт. Единственное, что еще добавим мизинчик на третий лад. Так как у нас дальше не прописана аппликатура, вот только в самом начале, это означает, что этот рисунок мы переносим на все дальнейшие такты в этом этюде. Вот мы сыграли этот такт, еще разочек. Вот когда будете играть, старайтесь, чтобы мелодия фа, соль, фа наиболее ярко звучала, а все шестнадцатые потише. Следующий такт. Расставляем пальчики. Теперь обратите внимание, у нас в первой партии второй палец на втором ладу, а во втором такте второй палец тоже остается на втором ладу, поэтому мы его не двигаем, безымянный убираем с третьего лада, потому что у нас здесь будет второй, а указательный пальчик мы переносим с третьей струны на вторую струну, на второй лад. Играем второй такт. Сыграли мы второй такт. Дальше у нас опять второй палец остается на струне, на первой. Единственное, что он вместо второго лада уже будет зажимать третий лад. Мы переезжаем вторым пальчиком вот так вот раз на третий лад, и здесь у нас еще появляется вот такая вот скобочка и римская цифра. Это говорит о том, что нам нужно на втором ладу зажать баре на, вот смотрим, сколько скобочек закрывает струн, раз, два, три, на три струны. Зажимаем баре, и вот эта пунктирная линия говорит о том, до каких пор нам баре нужно держать. То есть мы держим этот прием баре до конца такта. Играем третий такт. Вот здесь, кстати, сразу отмечу, мизинчик, четвертый пальчик, цифры четыре обозначен. Мы будем зажимать на пятый лад, а потом снова его уберем. Играем третий такт. Дальше мы играем один в один. Вот этот такт, как в самом начале. Он полностью дублируется. Вот первый такт и четвертый такт. Они как братья-близнецы. Играем четвертый такт. Обыграли все ноточки. Дальше играем пятый такт. Смотрим на аппликатуру. Безымянный мы зажимаем на втором ладу на первой струне на ноте фа диез. Указательный на четвертой струне на первом ладу. И потом открытая струна будет. Потом средний пальчик на третьей струне на втором ладу. И мы видим, что здесь у нас вот такое вот обозначение. Крещендо. Это обозначение говорит о том, что нам нужно будет, начиная вот с этого фрагмента, потихонечку усиливать звучание звука. От тихого к более громкому двигаться. Играем пятый такт. Вот сначала строчки вот отсюда играем. И вот у нас кульминация этого этюда. Семерочка. Самый яркий звук. Отыграли мы весь этот такт. И дальше у нас с вами будет элемент динамики уже диминуэндо. То есть мы будем с вами наоборот от громкого звука затихать потихонечку. Вот дим. И опять-таки у нас здесь баре. Второй пальчик на третьем ладу на первой струне. На три струны мы зажимаем баре. И вот эта скобочка показывает, до каких пор нам нужно держать баре. До конца такта. Играем этот такт. Потом открытые струны. Кстати, вот здесь баре можно было бы уже снять. Эта программа так выставила баре. Но не страшно. Когда нолики, мы, значит, баре с вами не держим. И потом в заключении у нас вот такая ноточка. Она отличается по форме от всех предыдущих. Тем, что выглядит как ромбик. Над ней кружочек. И еще написано FL12. Это флажолет на 12-м ладу. Я сейчас немножечко отодвину свое видео. Пардон. Вот так вот. Эта ноточка у нас звучит на открытой четвертой струне на 12-м ладу. Мы слегка касаемся пальцем струны. Давайте я покажу. На 12-м ладу вы посчитаете, где у вас 12-й лад. Как правило, там точка находится. И слегка прикасаемся вот так вот пальчиком. Не зажимаем ноту, а просто прикасаемся и щипаем. Тогда звук будет такой воздушный. Если мы зажмем, он более плотный. А нам нужно вот слегка прикоснуться. И тогда флажолет будет звучать так, как и задумал композитор. Хорошо. Я думаю, что полностью мы с вами этот этюд уже разобрали. И теперь наша задачка только его шлифовать. Давайте мы разочек с вами прям строчка за строчкой пройдемся по этому этюду. Я его наиграю. И вы вместе со мной можете дублировать сам текст. Стараемся первый голос, первую партию, все вот эти вот ноточки, которые штили имеют направленными вверх, мы будем их громко играть. Все остальные тихонечко. Сыграли. Первую строчку, вторую играем. Третью строчку играем. Усиливаем звучание. У нас здесь с вами крещендо. И последнюю строчку сыграем. Хорошо. На этом мы этот видео урок короткий с вами будем заканчивать. Рекомендую к разучиванию этот этюд. Он очень полезен и в плане того, чтобы четко держаться трехдольного метра. У нас там три партии. Мелодию погромче, второй голос помягче. Мы играем, следим за аппликатурой, изменения в динамических оттенках, плюс барре, флажолеты. Достаточно неплохой такой набор полезных для любого гитариста навыков. Разбирайте, разучивайте. Ноты и табулатуру прикреплю под этим видео. Желаю приятных репетиций. И до новых встреч в следующих видео уроках. Всего доброго, крепкого здоровья, добра, мира и любви.